Всем привет, друзья! На связи Арбат Холмс и у нас для вас просто шикарная новость, потому что с 13 по 15 октября Арбат Холмс во главе с Асым Баштуком будут находиться в Москве и проводить индивидуальные встречи. Мы обсудим такие вопросы, как приобрести недвижимость в Турции, как сдавать ее в аренду, как получить вид на жительство и как стать инвестором для Турции. Эти вопросы и многие другие мы обсудим на индивидуальных встречах, поэтому просьба обращаться к этому номеру телефона и записываться заранее. Добрый день из солнечной Турции, друзья! Меня зовут Герман, вы на канале Арбат Холмс. Скажите, а чем у вас ассоциируется Мерсин? Может быть с солнцем и морем? Ну а может быть с свежими овощами и фруктами круглый год? Или с доступной и качественной недвижимостью? Это все, конечно, бесспорный факт, но сегодня я бы хотел поговорить о Мерсине как о крупном культурном городе, где культурная и духовная сферы активно развиваются. В этом видео речь пройдет про Мерсинский театр оперы и балета. И сразу хотел бы сделать небольшой дисклеймер. Дело в том, что в Турции с законами о съемке в публичных местах все, мягко говоря, непросто, поэтому большую часть видео мы сняли на телефон. Для начала кратко с вами пройдемся по истории турецкого балета. Известно, что театр в Турции появился еще во времена Османской империи. Мы знаем, что во дворцах турецких султанах были оперы. Но вот история современного турецкого балета начинается значительно позже, в 40-е годы 20 века. Так в 1948 году появляется национальная школа турецкого балета и в этом же году в Анкаре открывается государственный театр оперы и балета. Кстати, к развитию сферы оперы и балета приложил руку небезызвестный Мустафа Кемаль Ататюрк, который и определил политику Турецкой республики по отношению к музыке. Его идея заключалась в соединении турецкой национальной музыки и общеевропейской. Этот принцип синтеза и лег в основу современного театра оперы и балета. Итак, во второй половине 20 века в Турции строятся отдельные здания оперы и балета в Стамбуле, Измире, Мерсине и Анталии. Наш Мерсинский театр был открыт 3 января 1992 года. Расположен он в районе Ак-Денис, напротив парка Ататюрка, буквально в двух минутах ходьбы от набережной. В театре вы можете посмотреть такие известные постановки, как опера Травиата, балет Дон Кихот, балет Хюрем Султан, опера Мадам Баттерфляй, джазовые концерты, гала-концерт, представления для детей, а также многое другое. Кстати, труппа театра интернациональная. Здесь есть актеры из самых разных стран мира – Грузии, Казахстана, Японии и, естественно, Турции. А за образец в этом театре принята русская балетная школа. Само здание театра довольно компактное. Конечно, он не такой масштабный, как Мариинский театр в Петербурге, Большой театр в Москве или театр оперы и балета в Одессе. Однако Мерсинский театр очень уютный, а представление ставится на высочайшем уровне. Всего театр рассчитан на 630 посадочных мест. Вот буквально только что мы с оператором сходили в кассу и проверили актуальные цены. Итак, ценообразование начинается от 50 лир на балконе и до 150 лир в первых двух рядах. Если вы захотите сидеть где-нибудь по центру, то это вам обойдется приблизительно в 110 лир. Чуть подальше – 80 лир. Друзья, подписывайтесь на канал. Здесь самая актуальная информация не только про недвижимость, но и про жизнь в Турции в целом. С вами был Арбат Холмс. Приезжайте в Мерсинск. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»